Истец Юрий Колобов обращается в суд с иском о компенсации вреда, причиненного его здоровью. Ответчик Егор Тарасов с иском не согласен и утверждает, что действовал в состоянии аффекта. Слушайте, дело открыто. Ваша честь. Да. Меня зовут Колобов Юрий Иванович. Я работаю менеджером в туристической ферме. Работаю давно, но такого ужасного случая, просто я бы сказал, беспрецедентного, еще не было. Гражданин Тарасов Егор Андреевич ворвался в офис, стал предъявлять всякие разные претензии. И вместо того, чтобы предъявить свои документы, сказать, что ему там не нравится, какой там контракт или иначе нарушен, он залез в портфель и вместо документов достал пистолет. И выстрелил мне в ногу. И пистолета не было сначала с собой. Правое бедро. Ну, гадь-то, не надо. Это так. Что, вливая? Все документы, все документы на эту тему приложены. В чем вранье-то состоит? Да врет в том, что у меня не было сначала пистолет с собой в портфеле. Вот это очень интересное слово. В начале. А в конце был? В конце был, я не спорю. И что, стреляли? Ну, стрелял. Ну, я стрелял в состоянии аффекта. Значит, причина-то или мотивы какие-то были? Он мне говорил о том, что у него неправильно расположен пляж в его гостинице. Значит, он является клиентом вашего агентства. Правильно? Он является клиентом вашего агента. Вы его обслуживали лично? Я оформлял ему тур. И его жене. И значит, у него есть претензии или были претензии к вам? Как к работнику? Наоборот, говорил до этого момента, что все нормально. Как он пришел с пистолетом, все считалось нормальным. Что ты врешь-то? Что ты тут гонишь? Как нормально? Я тебе пришел... Все понятно. Значит, я не могу от вас добиться никакой информации, за исключением того, что вас стрелял ответчик из пистолета. Из какого? Боевого? Травматического? Да нет, это был травматический пистолет. Травматический. Понятно. Уголовное дело было возбуждено? Милицию позаявляли? Да, уголовное дело было возбуждено. Он получил свой срок за хулиганку. Сколько? Два года ему дали. Условно? Да вроде как условно. Понятно. А гражданский иск рассматривался в рамках уголовного дела? Нет, не рассматривался. То есть вы поэтому пришли сюда. Теперь мне все понятно. Ответчик. Стреляли. Вред здоровью причинили. Уголовное наказание получили. Возместите. Вред-то. Да, я стрелял на состояние аффекта, потому что он меня довел. Послушайте, в состоянии аффекта, если бы вы стреляли, то вас не признали бы виновным в совершении уголовного преступления. Вас бы освободили от уголовного преследования, и тогда не было бы этого приговора. Кстати, приговор-то передайте мне. Передайте приговор. Материал уголовного дела. И в материалах уголовного дела, которые я уже передал. Там все это тоже новое. Так объясните мне, состояния аффекта не было. Зачем стреляли-то? Зачем стреляли? Я пришел в турагентство предъявить, скажем так, претензии и потребовать компенсацию, хотя бы каких-то часть денег, чтобы он вернул за испорченный отдых. Потому что, когда он мне продавал тур, путевку, он описывал прекрасные пляжи в Греции, какой-то замечательный отель, прекрасная еда и так далее. Я туда приезжаю, ничего этого не вижу. Пляжи там вообще в помине нет. Чтобы добраться до моря, надо идти порядка километра по какому-то понтону. То есть я всего за время отдыха два раза в море купался. Остальное время в бассейне. Мосты в море для тебя же построили. Ты же знаешь, когда ты путевки продаешь. Не надо подбуракать. Пантоны-то, мосты в море, дорогой мой. Остальное время, значит, купался в бассейне. Но в бассейне я и тут могу поплавать. Значит, я приехал, приезжаю домой, захожу в квартиру. И тут еще один, значит, такой счастливый случай. У меня записка, значит. Моя гражданская жена пишет. Дорогой Егор, меня не ищи, я ушла к другому. Женя, твоя Маша, представляете? Я ее любил. И тут у меня состояние, испорченный отдых. Жена ушла. У меня состояние близкое к самоубийству. То есть, ну, стресс. И я, значит, чтобы, скажем, ничего такого с собой не сделать, в квартире не оставаться. Еще несколько дней у меня. Был свободных, пошел в агентство, потребовать компенсацию. Прихожу, значит, предъявляю ему. Говорю, вот такие, 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 плохие дела, значит, товарищ. Что-то делать надо решать. Он смотрит на меня, как баран на Новый Ворот, потому что, видать, агентство у них такое. Не первые, значит, я прихожу. Значит, стою я и приходит сотрудница, тоже такая, бабенка, видать, все они из одной там компании. Выбирает женщины. И говорит, да что вы, сердитесь-то, вы, говорит, сердитесь-то не по поводу отдыха. А скажите честно, вы сердитесь по поводу того, что он увел вас в жену, представляете? Нет. Моя бывшая жена ушла к этому хорьку. Я вам сейчас вам объясню. Моя жена должна сначала была ехать со мной на отдых, как потом оказалось. Но она под предлогом того, что якобы ее с работы не отпускают, осталась. А на самом деле она осталась, чтобы с ним снюхаться и к нему уйти. А познакомился они с ним, когда мы с ней приходили путевки покупать. Вот так, представляете состояние? Тогда-то я не знал, что моя жена ушла. Но стрелять-то нельзя. Ну что делать в состоянии? Аффекта у меня с собой, пистолета не было. Я пошел в машину, она стояла на стоянке рядом. Какая она жена была? Забрал пистолет, положил и выстрелил. Если бы я в нормальное состояние был, ну раз бы я бы ему в ногу попал. Да я бы, наверное, попал куда поудобнее. Да я бы ему и пистолет не брал, я бы ему стукнул разочек по компу. Ваша честь, прошу оградить угрозу в зале суда. Что оградить? Да это... Я и спорю стрелял, да, но себя в тот момент я не контролировал. Ваша честь, я требую вызвать свидетеля, который подтвердит, что данный гражданин не просто в неком состоянии аффекта себя вел, а это было реальное покушение на убийство. Да если бы реально было, ты сейчас судно стоял, понял? Послушайте, но у нас не уголовный суд, и если было покушение на убийство, вы должны были это рассмотреть в рамках уголовного дела по преступлению. Но если я не вижу необходимости в свидетелях, вы настаиваете на его допросе? Если это поможет делу гражданскому для возмещения денег, то я... Ну, я вижу, вы настаиваете. Пригласите, пожалуйста, свидетелей ССА. Свидетелей ССА, пройдите. Привет, Тамара. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Лопатина Тамара Викторовна, работник турагентства. Я хотела сказать, что ответчик действовал весьма расчетливо, и не было там никакого состояния аффекта, и все, он говорит неправду. А как было? Дело в том, что когда он пришел к нам в офис, он уже был настроен очень... Он какой-то был весь в стрессе, агрессивно настроен. Агрессивно, отдых не испортили, а что, должен с улыбкой хоть здравствуйте, спасибо. И он начал предъявлять претензии, что якобы и отдых не такой, и все там совсем не такое, и пляж не такой, и еда не такая. Ну, все совершенно ему не нравилось. Ну, как бы не так. Дело в том, что у нас в офисе уже все давно знают, что наш менеджер новый увел бабенку у клиента. Вы это говорите с такой улыбкой? Вам и наслаждением? Вам что, это нравится? Ну, почему? Она очень интересная женщина, красивая. Женский коллектив, ваше честь. Вот. И дело в том, что когда он начал это говорить, я поняла, что он какие-то претензии предъявляет непонятные. И тогда я не могла уже слушать это, и я решила сказать, и сказала, что почему вы предъявляете претензии насчет отдыха. Вы же должны, вы сюда пришли ссориться только из-за того, что наш Юра увел у вас жену. Вот. На что он соскочил, побледнел весь. И, ну, в общем, он начал оскорблять, сказал, ах, этот кореш еще и жену мою нужно говорить. Подождите, минуточку, минуточку. Вот вы сейчас утверждаете, что ответчик расчетлив был при вот этой стрельбе и пальбе. А оказывается, он узнал-то о жене от вас. Ну, от нее, я говорю, узнал. Ну, вот он... То есть вы раньше он не знал. Это вы все знали, ответчик-то не знал, да? Ну, я не знаю. Может быть, это я действительно сказала. И потом он агрессивный такой выскочил из нашего офиса, побежал, подбежал к своему автомобилю, положил пистолет в свою сумку. Потом охраннику нужно было сказать и не наблюдать за этим событием. А вы откуда наблюдали за этим происшествием? Ну, я просто посмотрела. Она видела, что положила на пистолет, никому не сказала. Да, я... Вот, потом он забежал в офис, еще он ссорился, потом достал пистолет. Другими словами, вы обсуждали всем женским коллективом, что ваш менеджер увел жену у клиента, а потом ему рассказали об этом и наблюдали за последствиями, да? Любопытно. Ну, она рассказала себе устроить. Суд удаляется для принятия решения. Так, разбор полетов. Штрафую вас на 5 тысяч рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол будет составлен судебными приставами. Вас штрафую еще на 2 тысячи рублей за нарушение порядка. Всего 6 тысяч рублей с вас. О его суровом нраве ходят легенды. Судью Бурделова боятся, но ему доверяют. Вы будете отвечать на мои вопросы и говорить то, что я прошу вас говорить. Барнаул, Омск, Иркутск, Саратов, Ростов. Вся Россия знает. Решение судьи Бурделова нельзя оспорить. Эти решения справедливы. Оглашается решение суда. Вот вы, уважаемый ответчик, Егор Андреевич, да? Пришли в суд, начали рассказывать свою историю и пытались добиться понимания вашего поведения. Не добьетесь вы понимания, потому что это поведение противозаконно. Физический вред нельзя людям причинять. Вы имели право в рамках закона действовать, требовать возмещения вреда, требовать компенсации за испорченный отдых и так далее. Но из пистолета стрелять, ну, конечно, это недопустимо. И понять вас нормальный человек не сможет никогда. А теперь то, что касается непосредственно заявления истца. Вы причинили своими виновными действиями вред гражданину и обязаны возместить его в полном объеме. Решение суда. Иск удовлетворить.